Всем привет! Меня зовут Лена Войтон. Я один из участников. Зовут меня Виктор Вишневский. Hello, ladies and gentlemen. My name is Anastasia. Однако, здравствуйте. И таких меня зовут 40 человек. А нужно сделать так, чтобы заинтересовать матерых телевизионщиков одним своим представлением. И у многих юных журналистов это получилось успешно. Валерии всего 13 лет, но с одним из самых сложных заданий интервью со звездой девушка справилась на отлично. Я была впервые на таком серьезном кастинге и конкурсе. Мне, конечно, все очень понравилось. Попробовала себя в разных ролях. Получила просто очень много эмоций. Мне все понравилось. На конкурс телекомпании «Перем. Поколение.Некст» пришло больше 100 заявок. Из них организаторы отобрали 40 для очного тура. Молодежи от 13 до 24 пришлось написать текст сюжета, придумать несколько интересных тем, справиться со спецтехникой и показать себя перед всевидящим оком камеры. Каждый в чем-то был силен, но каждый из этапов был важен, потому что нам не нужны только ведущие, или только корреспонденты, или только генераторы идей. Мы ищем универсальных людей, которые смогут и придумывать идеи, и реализовывать их в жизни. До драки среди членов жюри, конечно, дело не дошло, но попотеть с выбором финалистов пришлось. Дело в том, что некоторые участники ставили в тупик даже журналистов с огромным стажем. А вы знали, например, что я ваш сын? Представляете, сколько лет прошло, и я наконец-то увидел вас. Вот расскажи мне, пожалуйста, как вот ты жил? Можешь мне рассказать? Как у тебя был дом? Вот как ты написал? Я до сегодняшнего дня жил прекрасно. Пока не узнал, что ты мой сын, я жил просто замечательно. Ну, как так, папа? Я же люблю тебя. А увидеть самих финалистов поколения Next телезрители смогут совсем скоро в эфире телеканала «Россия-24». А заодно и оценить их мастерство, ведь иногда, чтобы попасть на ТВ, нужно было просто поладить с осенней листвой. А вот, пожалуй, самый простой способ попасть на телевизионный экран. Просто сделать удачное селфи. То есть фотографировать самого себя, например, зарывшись в осеннюю опавшую листву, и на фоне телевизионной башни. И вот она, заветная путевка на голубой экран, уже у вас в кармане. Теперь осталось только услышать камеру, мотор и снято. Данил Гусельников, Александр Нуралиев и Александр Хробостов. Вести. Пермь.